В прошлой серии участники прошли контрольное взвешивание, но не для всех его результаты оказались ожидаемыми. Я за месяц потеряла 6,5 килограмм, я потеряла 6 сантиметров в талии, я потеряла 5 сантиметров в попе. Для меня это очень хорошие результаты за месяц. Тренировки ужесточаются, наставники увеличивают нагрузки. Головушка начинает кружиться уже, все, просто организм не понимает, что с ним делают. Кто-то уже не выдержал и вернулся домой, остальные продолжают бороться за победу. Это I Can, шоу, которое навсегда изменит жизнь одного из участников. Поехали! По результатам биопедансного анализа лучшими оказались Ольга Калина и Андрей Анатольев. Им удалось скинуть порядка 5 килограмм веса и при этом сохранить мышечную массу. Аутсайдером снова оказался Сергей Малаховский, сбросив всего 3 килограмма жира за 2 месяца тренировок. Посмотрим, как изменится ситуация. В любой момент сегодняшние лидеры могут сдать позиции. Я, удивительно, за последнюю неделю тренировок этого месяца я начал ощущать результат. Действительно, то есть первые 3 недели мне казалось, что я впахиваю, что есть результат какой-то по весу, по уменьшению, но я не ощущаю. То есть я не вижу его, я становлюсь, мне кажется, что я все тех же размеров, что я так же некомфортно себя ощущаю. Мне казалось, что нигде у меня ничего не ушло. Может быть, я чересчур критичен был к себе, может быть, так и было. Но за последнюю неделю у меня было ощущение, что прямо результат вот нахлынул. Вот она, всеми любимая тренировка Табата. Участники выполняют серию упражнений через интервал в 10 секунд. И так несколько подходов. После часового занятия они с трудом покидают спортзал. Да что там, даже тренеру не всегда упражнения даются легко. Но ребят он не жалеет. Есть человек, у которого меньше всего желания, или, по крайней мере, у него это желание очень съедается его ленью. Это Федя. Он очень ленивый, ему вообще ничего не хочется. Федя, не знаю, может, возьмется сейчас за угли. Я не знаю. Мне кажется, что он халявит. То есть он и ест, блин, и не приседает. Быстрее! Не, не касайся ногами пола. Не надо ими касаться пол. Давай, вот, быстрее, быстрее, быстрее. Еще можешь, еще, еще. Не упади только. Давай, давай, давай. Хватит ржать. Пять секунд еще, ты уже отдыхаешь. Давай. Фигню сделал, опять фигню сделал, честно. Короче, по самоотдаче, ты пока на последнем месте. То есть ты даже Серега в серегу обвиняешь. Хотя Серега тоньше, чем ты, в два раза. Твоя задача сейчас показать мне, что ты очень сильно хочешь остаться. Иначе, ну, на ближайшем голосовании придется тебя удалять. Это шоу на выбывание. Здесь мало ходить на тренировки. Кто не худеет, покидает проект. И вот тут ребята готовы на любые уловки, как выяснилось на обсуждении результата взвешивания. Федико Навалов, который у нас подтянулся в самом конце, ну, при этом он сбросил жировой массы с 39,5 до 35,6 килограмм. Сбросил, правда, при этом и мышечную массу, что не совсем хорошо. У него было 38,5 килограмма, стало 37,2. За счет чего я рискну предположить, за счет того, что он резко в конце последней недели-двух решил отказаться от пищи вообще. Еще почему, возможно, это произошло? Это потому что Федя решил резко увеличить нагрузки. Помимо наших тренировок в зале и не в зале, решил добавить какие-то свои нагрузки дополнительно. Возможно, еще в этом причина. Сегодня на нас, на меня на полкорпоративный день рождения на работе, в воскресенье я тоже немножко поел не того, отмечая сброшенные 7 килограмм. Вот, то есть это как бы, то есть 20% того, что мы впахиваем, это, ну, вот 20% результатов тренировок. Остальное – это питание. Главное правило нашего шоу – ходи и правильно. Важно не просто скинуть жир, но и не потерять мышечную массу. Голоданием такого результата не добьешься. Не устают повторять диетологи. А ребята уже отправляются в тренажерный зал на индивидуальную тренировку. Каждую неделю с ними занимаются тренеры Петр Зубков и Игорь Цивилев. Чуткие наставники нежно подбадривают каждого. Представь, что ты водокачку как-то качаешь и так тяк-тяк-тяк-тяк. Еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз, да, я позорюсь на всю страну. Еще раз. Если тебя будет тошнить, тошнись в силе его, пожалуйста, от меня. Дорогие друзья, мы с вами наблюдаем новую игру «Супер Марио». Тум-тум-тум. Это такой большой «Супер Марио». «Супер Марио XXL». Ребята, скажу вам честно по секрету, с микрофоном намного тяжелее. Намного. Пошел, 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 пошел. Еще раз. Еще, еще. Еще раз. Скажи, пожалуйста, а ты могла бы издавать звуки как Шарапова? Нет. Можешь бы это делать? Нет, нет. Нет. А, то есть ты один, ну, ну. Но пять секунд это тоже неплохо. Дорогие друзья, оказывается, что в июне «Чайки» улетают на юг. Сейчас мы с вами сможем наблюдать. Занятие в тренажерном зале было для ребят всего лишь разминкой. Но они об этом еще не знают. Пока участники занимались, инструкторы подготовили небольшое испытание. Казалось бы, зачем подвергать их дополнительной нагрузке? Сейчас мы устроим соревнование для того, чтобы дать худшим возможность выделиться. То есть, соответственно, у того же Малаховского сейчас есть шанс показать себя и остаться в проекте. Если он им не воспользуется, скорее всего, он вылетит. Хорошо. Последний результат. Малаховский Сергей. Хоть и старался очень сильно, но при этом что получилось? Была потеря жировой массы с 33,1 до 32,1. То есть где-то ушел всего килограмм. Была при этом потеря мышечной массы с 40,5 до 38,3. Ну и, собственно говоря, в основном ушла тоже вода. Было 58,5, стало 55,6. То есть почему так получилось? Это либо нарушение в тренировках, ну, кое-какие из которых я заметил. Возможно. Возможно, нарушение в питании, скорее всего. К чему бы я склонился. Я могу сказать, что по питанию я точно не доедаю. Я просто потерял основную работу, и жена домой не ходит. И действительно, у меня такой стресс, ну, не такой поверхностый, а глубокий. И я, бывает, вечером просто прием пищи, просто пропускаю. У нас сегодня с вами будет соревнование. Сегодня мы будем делать упражнение на пресс. Формат соревнования будет таков, что кто больше всего сделает, и сделает это правильно, тот и победил. Итогом этих соревнований будет приз. Какой, вы узнаете в конце этих соревнований. Упражнение, на первый взгляд, очень простое. Будем держаться темпа. Тот, кто не будет придерживаться общего темпа, будем считать, что этот человек проиграл. Отстал. Потихоньку будут выбывать, выбывать, выбывать. Кто останется один, тот и является победителем в этом конкурсе. Три, два, один. Выдох. 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 Три, два, один. Три, два, один. Выдох. Три, два, один. Выдох. Три, два, один. 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 Три, три. Три, три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. другим. Как в известном проекте на лобном месте выгнал Сереженьку. Господа, я очень счастлив, что побывал с вами и буду скучать по вам. Я, конечно же, желаю всего лучшего только одному человеку. Я его очень люблю и уважаю, но так получилось, что он мой друг. Это Саша Леведева. Надеюсь, этот крутой парень все-таки победит в этом проекте, потому что он очень сильно этого хочет. FitFashion – прекрасное просто мероприятие, и тот проект, которым поучаствовал, хоть научил меня есть и относиться просто к жратве, как действительно к потреблению булков, жиров и углеводов. Просто всем спасибо. Я правда сильный стал здесь и красивый. Спасибо. Я считаю, что я себя победил несколько раз. Первое. Я не позволил себе опаздывать. Второе. Я не позволил не постирать форму, либо забыть ее и заниматься в плавках, либо голым. Третье. Я выкладывался, я считаю, на 100%. Не хочу говорить на 101, но я выкладывался здорово. Четвертое. Я к еде стал относиться по-другому. И вот эти вот победы маленькие, они вообще просто доставили мне истинный кайф, потому что вот это над самим собой. Это же круто, когда ты наедине, тебе же никто не толкает. И слава богу, что есть такие люди и доктора, которые говорят вот так, и никак иначе. Я только из-за стресса не мог питаться вечером. Надо есть было белок, я не могу. Просто я... Из-за ситуации в семье я просто вечером один не могу есть. Все. Я очень хочу быть подстать, выглядеть, подстать ей. Ни в коем случае не брошу. Заниматься я буду выглядеть офигенно. Других вариантов нет. Других вариантов нет.